Дина Рубина Синдром Петрушки Однажды силою своей превращая воздух в воду, а воду в кровь и уплотняя в плоть, создал я человеческое существо, мальчика, тем самым сотворив нечто более возвышенное, чем изделие Создателя, ибо тот создал человека из земли, а я из воздуха, что много труднее. Тут мы поняли, что он, Симон Волх, говорил о мальчике, которого убил, а душу его взял к себе на службу. Псевдо-Клементины. Второй век новой эры. — Ой, ты не копошистый сто лет! — она стоит в открытой двери и полна нетерпения, извечного нетерпения женщины в предвкушении покупок. Он же, присев на корточке, то роется в карманах рюкзака с озабоченным лицом, то заглядывает зачем-то под кровать. Подманите ее, а там разберемся. — Ух ты! Смотри, кто здесь! — восклицает он, испуганно улыбаясь. — Кошка! И в самом деле из-под кровати доносится зазывное мяуканье. — Врешь! — отзывается она, щуря глаза и вглядываясь в его плотно сжатый рот, но почему-то входя и запирая дверь. — Нет уж, пусть не надеется, она и близко не подойдет к нему. Со всеми его мерзкими трюками она давно знакома. И если он сейчас же не... Если сейчас же... Сью же минуту... Если он, дурак, шутый мерзавец, немедленно не отпустит ее руку и не перестанет... Ай! Лизать ее ногу! Какой-то собачий идиот! И через полчаса от благонадежности их высоконравственной постели не остается и следа. Подушки валяются на полу, а махровый гостиничный тапок почему-то оказывается у Пети на груди. Я заказал кружку Карсберга и, решив, что успею вернуться до Петькиного выхода, отправился искать туалет, путь к которому оказался неожиданно долог. Так что, когда я возвращался, уже звучало вступление к минорному свингу и разъезжался занавес, открывая Эллис, сидящую в кресле в позе утомленного ожидания. И в ту же секунду из-за кулисы разогнался Петька, припал перед ней на колено. Я так и остался стоять в дверях все время танца, который был одним движением, одним кружением, волнообразным перекатом фигур поразительной пластической цельности. Я не мог отвести взгляда ни на секунду, боясь потерять хотя бы миг этой радости зрения, хотя бы единый поворот, едва заметный взмах руки. Несмотря на то, что номер замыслен был на Эллис, я глаз не отводил именно от Петьки. Каждая часть его тела, каждая мышца, казалось, существовали для данного движения в данное мгновение танца. С чеканной легкостью и неуловимой иронией его тело отзывалось голосу каждого из инструментов квинтета и мгновенно преображалось в глубинных ритмах своего существа, становясь то скрипкой, то гитарой, то банджо. И весь номер так стилистически точно вписался в этот полутемный зал с его декадентской обстановкой, с бархатом занавеса и кресел, изогнутыми шеями сумрачных ламп, со всеми листьями, желудями и летящими амурами в свинцовых переплетах витражей, казалось, в коробке маленькой кукольной сцены двигаются в изящном кукольном танце персонажи комедии Дель-Арте. Про Эллис я уже многое понимал. У нее, как открыла мне Хана, колесики на пяточках. Но черт бы меня побрал! Это ничего не объясняло в его движениях. У него-то, у него никаких колесиков нет! Каким же образом осуществлялось это конькобежное парное скольжение? Каким, ради бога, образом добивался он шелковых, женственных, абсолютно человеческих движений партнерши, бездушного истукана? И, наконец, почему танец двух вполне одетых персонажей производил впечатление столь откровенной любовной сцены, что томительно сжималась, завидовала и тосковала по каким-то несбывшимся страстям все твое естество! Те, кто входил в зал, застывали и продолжали смотреть номер стоя. И за столиками все умолкли. Даже официанты с подносами застряли там, где их прихватил этот танец. И лишь когда затих последний аккорд, и грохнули аплодисменты, и все задвигались, и за каждым столиком возопили «Браво!», до меня донеслись и отдельные реплики. «Там написано «Кукла Элис». Да брось ты, ничего себе кукла! Видал, как отжигают? Живая баба, конечно, но как отжигают? Но ведь написано «Кукла». Глянь, мудак, вон твоя кукла кланяется.